Лин Грэхэм. Ключ к тайнам сладострастия. Роман. Глава первая. «Знаешь, это очень большое одолжение, и у меня нет права просить тебя о подобных вещах», печально вздохнул Эндрю Грейсон, развернув своё инвалидное кресло поближе к пылающему огню в камине. На его бледном лице застыло напряжённое выражение. Макс Лионелли, финансист-мультимиллионер, 28 лет, знавший Эндрю с тех пор, как впервые переступил порог его дома в 12-летнем возрасте, нахмурился. «Я сделаю для тебя всё, что угодно», – без колебаний клятвенно заверил он старика. Эндрю с гордостью посмотрел на молодого мужчину. Он жалел, что так и не женился на тёте Макса и не усыновил его. Племянник домохозяйки Эндрю появился в его жизни бездомным парнишкой, запуганным и диким. Но со временем красивый мальчик с затравленным взглядом превратился в сногсшибательного мужчину с оливковой кожей, впечатляющим телосложением и тяжёлым пристальным взглядом. Ужасы, которые Макс перенёс в детстве, наложили свой отпечаток на его характер, сделав его жёстким. Но вместе с тем этот парень отличался невероятной преданностью. И после того, как здоровье Эндрю пошатнулось и ему пришлось отойти от дел, Макс встал во главе его международной бизнес-корпорации и доказал свою состоятельность в качестве её руководителя. «Тебе вряд ли понравится то, о чём я тебя попрошу», – предупредил Эндрю и судорожно вздохнул. «Я хочу, чтобы ты женился на моей внучке». «Макс застыл, словно поражённый громом, но ваша внучка живёт в одном из монастырей в Бразилии». «Да, и я хочу, чтобы ты женился на ней. Только так я смогу защитить её после своей смерти». Отец девочки не разрешил ей приехать сюда, и я жалею, что не настоял на своей просьбе. Я ведь до последнего надеялся, что Пол вернётся домой и займёт моё место. «Мне не хотелось, чтобы мы стали совсем чужими». Но, в конце концов, она была его дочерью, а не моей, и он сам решал, как растить её. Макс медленно выдохнул. Жениться на девушке, которую не видел никогда в жизни? На чудачке, которую растили монашки в монастыре? Макс ожидал чего угодно, но просьба старика повергла его в шок. И вместе с тем он понимал, что это единственная жертва, о которой просил Эндрю, и которая, скорее всего, была его последней просьбой, потому что старик находился при смерти. «Тия, это всё, что у меня осталось». Эндрю прикрыл глаза и отвернулся, пытаясь справиться с охватившей его горечью. Прошло три года с тех пор, как умер его старший сын Стивен, не оставив после себя детей. А два месяца назад, после сердечного приступа, не стало и его младшего сына. Пола, находившегося в этот момент в Африке, похоронили безо всяких почестей, и он так и не успел помириться с отцом. Макс на целое поколение моложе сыновей Эндрю никогда не встречался с отцом Тия, но знавал старшего Грейсона. Стивен работал в компании отца, был настоящим тружеником, но абсолютно безинициативным. Тогда как Пол, по словам окружающих, подавал большие надежды, но в 30 с небольшим он отошёл от дел и стал миссионером, разорвав всяческие отношения с отцом и миром бизнеса. Его жена, успешная бразильская модель, не смогла смириться с таким положением дел и ушла к другому мужчине, бросив его с маленькой дочкой на руках. Пола решил проблему с неожиданно свалившейся на него ответственностью, отдав малышку в женский монастырь, а сам продолжил заниматься миссионерскими поездками и нести Евангелие людям, жившим в самых проблемных точках земного шара. «Почему ты хочешь, чтобы я женился на ней?» – мягко спросил он старика. «Макс, ну как ты не понимаешь, девочка ничего не знает об этом мире, а её ждёт огромное наследство. Это как бросить младенца в бассейн, кишащий акулами. Ей понадобится чья-то поддержка, пока она не станет более самостоятельной. «Эндрю, но она уже не маленькая. Сколько ей лет? Двадцать один?» «Почти двадцать два», – проворчал старик. «Но она не сможет справиться в одиночку. Рядом с Тия тут же окажется куча охотников до её денег, а я не могу рисковать благополучием людей, работающих в моей корпорации. Всё это время я поддерживал связь с матерью-настоятельницей монастыря, в котором росла Тия. Я очень боялся, что моя внучка захочет стать монашкой, но она, к счастью, никогда не высказывала подобного желания». «Тогда почему она до сих пор живёт там?» – слегка раздражённо спросил Макс. «Как я понимаю, она теперь работает в монастыре. Макс, не осуждай её. Тия никогда не знала о другой жизни. Пол отличался жёстким нравом, и его по праву можно было назвать женоненавистником. Он хотел сына, и дочь стала для него настоящим разочарованием. Кажется, Пол был одержим идеей хранить Тия в чистоте и уберечь её от влияния современного мира. Думаю, он не терял надежду, что со временем его дочь примет послушничество. Но она отказалась». Макс прекрасно понимал, о чём говорил Эндрю, потому что чем богаче он становился, тем больше интерес вызывал со стороны женщин, которые преследовали бы его, будь он даже старым и уродливым. «Чему я очень рад», – продолжил старик. «Потому что в противном случае она отдала бы то, над чем я трудился всю свою жизнь, монастырю. А я не могу поступить так с людьми, которые работают на меня на протяжении многих лет». Эндрю тяжело вздохнул. «Макс, мне очень хочется увидеть свою внучку. Но для этого мне вовсе не обязательно жениться на ней». «Ты сегодня очень медленно соображаешь», – пробормотал Эндрю. «Я хочу, чтобы вы с Тия стали моими наследниками, как муж и жена. В таком случае моя бизнес-империя целиком перейдёт в твои руки, и я знаю, что бы ни случилось между вами, после моей смерти ты будешь заботиться об интересах Тия так же, как и о своих собственных». «Я полагаюсь на тебя», – удовлетворённо заметил он. «Макс, подумай, ты тоже немало выиграешь от этой сделки». «Ты шутишь», – потрясённо ответил Макс, которому никогда не приходило в голову, что Эндрю захочет сделать его своим наследником. «Напротив, я уже составил завещание. Ты хочешь подкупить меня, чтобы я женился на ней?» «Это не подкуп. Я предпочитаю называть эту сделку поощрением. В конце концов, я ведь понимаю, какой жертвой для тебя окажется необходимость расстаться со своей холостяцкой жизнью, и с уважением отношусь к тому, что ты пока не думаешь о том, чтобы остепениться и обзавестись семьёй. Одному Богу известно, что представляет собой Тия после затворнического образа жизни в монастыре. Но она точно не из тех женщин, с которыми ты привык встречаться». Макс задумчиво смотрел прямо перед собой, не желая признаваться, что он никогда не встречался с женщинами, а просто спал с ними. У него не было подружек, и он не водил своих любовниц на свидания, никогда не дарил им цветы и не делал никаких обещаний, чтобы избежать недопонимания и неоправданных ожиданий с их стороны. Он любил заниматься сексом и, чтобы насладиться им, не считал нужным брать на себя какие-либо обязательства. С другой стороны, этот брак может стать для вас обоих подготовительным. Может, вы не сможете ужиться, и кто-то из вас захочет развестись. Не думай, что я сошёл с ума. Я уверен на все сто процентов, что ты будешь заботиться о моей внучке даже после развода. Похоже, ты всё продумал. И я не услышал от тебя категорического отказа, довольно улыбнулся Эндрю. Ты считаешь, что Тия захочет стать моей женой? Но откуда такая уверенность? Макс, женщины сходят по тебе с ума с тех пор, как тебе исполнилось 14. Старик тяжело перевёл дух. Пойми, время не на моей стороне. Я сказал матери-настоятельнице, что мои дни сочтены и что ты поедешь за Тия, чтобы привезти её в Англию. Ладно, пожал плечами Макс, чувствуя, как его голову стальным обручем сжимает боль. Мигрени и кошмары, иногда мучившие его по ночам, остались ему в памяти о неблагополучном детстве. Тия могла бы стать любовью всей твоей жизни, нетерпящим возражений тоном заявил Эндрю. Не будь таким пессимистом. Поднимаясь по ступенькам в свою комнату, Макс мрачно подумал о том, что только Эндрю с его счастливым браком и женой, умершей много лет тому назад, мог говорить о любви с такой уверенностью. Сам он никогда не переживал ничего подобного. Родители не любили его, и тётка, бывшая домохозяйкой Эндрю, принявшая его в свой дом, тоже не испытывала к нему тёплых чувств. Карина, которая не отличалась сентиментальностью и была равнодушной к детям, просто исполнила свой долг по отношению к сыну своей покойной сестры, ни больше и ни меньше. И вспоминая своё ужасное детство, он не винил тётку за её холодность. Она не любила Макса, потому что видела в нём его отца. Были у Макса и другие причины не верить в любовь. В юности он испытывал сильные чувства по отношению к одной девочке, но та жестоко предала его. Так что он не искал любви, но смутно подозревал, что однажды это чувство настигнет его, и он окажется безоружным. Но пока ничего такого не случилось. Сердце Макса оставалось целым и невредимым, и он даже испытывал какую-то неловкость, что женщины в его жизни сменяли одна другую, не оставляя после себя никаких воспоминаний. Он выбирал себе в любовницы однотипных брюнеток, которые хотели в постели того же, что и он. Макс не думал о них и не скучал, когда их не оказывалось рядом, считая их эгоистичными до мозга костей. Он дарил им драгоценности, а они платили ему своим телом.